Всем привет! Сегодня мы в северной части города, около Липоя Спляндоса. Тут находится малая деревня, а вот там вот белый дом это район Драгуны. И сейчас находимся около магазина Lidl. Этот магазин здесь появился два года назад. Для этого здесь был отель под названием Паркас. А мы свой путь держим к озеру Свиянис. До 2017 года озеро называлось Мумлукё или же Аулукё Айджерас. В 2017 году активный клопесчанин Ауримус Моцкус и историк Кистутис Демерецкас подняли вопрос, что название это неверное, и предложили вернуть озеру историческое название Свиянис. Так озеро называли с 13 века. Администрация города это единогласно поддержала, и озеро решили перевиновать в Свиянис. Но не так все просто. Здесь в этот вопрос влезли к Альбининкой. К Альбининкой это такие так называемые специалисты по чистоте литовского языка. И сказали, что правильно вообще Жвийонис. Они это перевели там с курсского языка. Что-то такое. Спорт такой шел до 22 года. Все это время озеро вообще было безымянное. Сейчас вижу стенд названием Аулукё Айджерас. Поэтому непонятно, какое название правильно сейчас. Свиянис, Жвийонис, Мумлукё или Аулукё. Неподалеку от озера текла речка Свияня. Название у нее такое же, как у самого озера. Эта речка текла мимо железнодорожной станции, площади Литувененку и улицы Яноня. Далее втекала в Курский залив. В конце 19 века ее вынесли в дренаж, и на поверхности ее почти не осталось. Блогеры Ричи Лина снимали про это отдельный ролик. Посмотрите. Для меня это было интересно. Пока здесь гулял, увидел такие интересные скворечники. Скворечники эти, видите, железная крышка и вот такой крючок. То есть они закрываются. А дырочек для птичек нету. То есть непонятно, для кого это сделано. Это для птичек или для каких-то других целей. Смотрите. И еще. Тут вот магазин Lidl, а вот видите полянка. Вот здесь вот. Здесь продавалась земля для постройки коттеджа. Но уже прошло, по-моему, года 3-4. Коттедж здесь не появилось. Интересно, почему. До 2013 года озеро имело запущенный вид. Все дно было выли. И глубина была буквально метр, может полтора. Вокруг росли пустарники и всякие мелкие деревья. Вокруг был разный мусор. В 2013 году льта получила финансирование для благоустройства этого озера. И его привели в порядок. И после этого запустили сюда сотню щук. Кстати, буквально вчера здесь работали какие-то люди. Собирали ил. И вот смотрите. Наверное, это вместе с силам вытащили. Такие огромные ракушки. Эти ракушки, наверное, больше моей руки. Я таких никогда в жизни не видел. Даже удивился, что такие вырастают. А сегодня у Оркозера есть дорожки для прогулок. Тут можно сейчас встретить собаководов и грибников. У некоторых людей нет возможности выехать за город для собирания грибов. Поэтому, как правило, пенсионеры или, может, упомнят машин. Или просто, кто просто гуляет. Они гуляют по Геруляю. Перепляются на косу. И здесь, в принципе, даже в черте города буквально отойти чуть-чуть от своих домов. И можно пособирать грибов. Часто здесь вижу любителей рыбалок. Это, как правило, пожилые люди. Но вот сегодня видел и молодого парня. Наверное, даже школьник еще. Так что рыба здесь есть. Приезжайте. На озере растут лилии. Может быть уток и лебедей. Сегодня я видел только уток. Лебедей, к сожалению, не видел. Возможно, они улетели. Один из предпринимателей хотел арендовать это озеро и разводить здесь карпов для платной рыбалки. Но это предложение отмели, так как организатор хотел обнести все озеро забором. Также были планы сделать озеро освещение. Мостик, уходящий в озеро. И создать место для пикника. Сейчас тут есть место для пикника, но они такие слабо обустроенные. Это лавка, столик и, в принципе, все. Поэтому всеми здесь приходить особо нет смысла. Так, если можно с термоса чай попить и, в принципе, все. А в основном этим местом пользуются рыбаки. Также планировали это озеро использовать зимой как натуральный каток и даже здесь арендовать коньки. Но, к сожалению, зима у нас в Литве не постоянная и тут бизнес сложно сделать. Поэтому, когда бывает холодно, озеро замерзает, то просто местные жители, у кого свои коньки, кто там просто хотят погулять по озеру замерзшему, здесь бывает куча машин и, в принципе, даже негде припрокроваться. И, кстати, вот на этом озере, по-моему, в восемнадцатом году было хоккейное соревнование между районами и Жолину. Также, по-моему, здесь участвовали и армейцы. Кто победил, я не знаю, но такие здесь дела иногда бывают. И еще в семнадцатом году был объявлен конкурс на аренду вот этой площадки, на аренду 50 квадратных метров. И это планировалось для временного кафе. Аренда предлагалась на пять лет, с возможностью продлить еще на пять лет. Цена аренды в месяц всего 51 евро. Как вы видите, кафе здесь появилось. Конкурс выиграл житель квартала Драгуны Вайдетас Кведерас. Он является довольно известной личностью в городе. Он является режиссером, а также, возможно, некоторым знаком, как ведущий праздников. По-моему, в семнадцатом году в Драгуны проходил праздник Драгуну Фиеста. И он там был ведущим. И его самого можно сейчас встретить в своем же кафе. Он там же иногда бывает. Также неподалеку от озера находится батальон Драгуны и магазин Лидл. На этом мы заканчиваем видео про это озеро. В следующий раз сниму интересное видео про квартал Драгуны, который находится поблизости. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. В конце ролика я вставлю всю прогулку вокруг озера. Так, YouTube просит, чтобы ролики были более десяти минут. Поэтому, кому не интересно, закрывайте. А кому интересно, гуляй вместе со мной. Кстати, рекомендую посмотреть тем, кому понравился этот ролик про озеро, мое видео про Картли. Там тоже много интересного есть. Заходите в мое видео, ищите Картли и смотрите. А мы продолжаем прогулку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует...